Мы перешли на тему инфекционных заболеваний, сейчас мы поговорим об одном трансмиссивном заболевании, которое у него очень интересный цикл развития, очень своеобразный, оно очень своеобразно выглядит в мазках, поэтому врачи-лаборанты, лабораторные диагностики, которые его находят, они, конечно, очень радуются, вот такие мазки, они очень ценятся на черном лабораторном рынке, поэтому если он вам попадется, то делайте сажу штук 20, и у вас их точно с руками оторвут. Вот, собственно, да. И обычно мы начинаем как, что мы характеризуем возбудителя, а потом уже переходим к методам диагностики, но поскольку с гепатозонозом, ну, пока не мере те случаи, которые пока что есть, обычно происходит наоборот, то есть он обнаруживается чисто случайно, и поэтому здесь мы начнем с конца, мы начнем с диагностики, а потом уже будем говорить о том, кто это и что делать с таким животным. Собственно, представьте, что однажды вы делаете рутинный анализ крови, да, общий клинический анализ, и вот в мазочке крови вам попадаются вот такие красивые штуки, вот такие вот, такие вот вытянутые, интересные, ну или вот такие вот получше окрашенные, но она тут одна. Ну, в общем-то, в целом понятно, что мы имеем в виду, вот, и вы задумываетесь о том, кто же это такой. Ну, вот главное сделать в таком случае побольше мазочков, потому что это реально большая ценность. Вот, это и есть, собственно, тот самый гипотазон, о котором мы будем говорить. В нашей стране мы, в принципе, с уверенностью можем сказать, что это гипотазон канис, потому что другого у нас нету. Но правильнее будет, конечно, писать гипотазон СППН, то есть не определять его до вида, потому что есть еще один вид, который выглядит так же, и морфологически мы их в мазке отличить никак не сможем. Собственно, кто такие эти гипотазоны? Когда мы говорим о заболевании гипотазоноз, в принципе, говорят, что это два разных заболевания. Есть заболевание Старого Света, которое вызывается возбудителем гипотазон канис. И как раз-таки именно этот гипотазон у нас встречается, поэтому он у нас выделен жирным шрифтом. Именно о нем в основном мы сегодня будем говорить. В Америке есть свой гипотазон, это гипотазон американум, который встречается только там. Собственно, вы на карте можете посмотреть их ареалы распространения. Вот синий цвет, это гипотазон канис. Посмотрите, как он хорошо расселился по миру, не только в Старом Свете, но и в Южной Америке тоже. Что касается американского гипотазона, он а то и американский, он встречается только в некоторых отдельно взятых штатах Америки. Ну и в принципе все. Есть отдельные штаты Америки, которые закрашены пёсственьким. Там мы можем встретить оба этих вида. Но опять же, в нашей территории встречается гипотазон канис. Такой собачий гипотазон обычный. Говорить мы сегодня будем именно об этом заболевании, но немножко американский гипотазонос я в конце тоже упомяну. Кто такой гипотазон? Немножко о возбудителе поговорим. Впервые он был обнаружен более 100 лет назад, в 1905 году в Индии у собаки. И был назван лейкоцитозон канис. В принципе, вполне логично. Мы сейчас только что видели, что локализуются они в лейкоцитах. Что происходит? Ура! Спасибо. Но довольно-таки скоро, уже в 1908 году, он был переименован, ну не переименован, а отнесен в другой род. Собственно, гипотазон, где он до нынешнего момента и остается. Гипотазон, потому что было выяснено, что часть его размножения все-таки происходит в печени. Ну, решили, что печень как бы важнее лейкоцитов, поэтому пускай он все-таки будет гипотазон. Это простейший, то есть это довольно крупный организм. Он относится к простейшим типам апикомплексов. В принципе, это дальние родственники хорошо известных нам бобезий. На настоящий момент это довольно обширный род. Он включает в себя около 300 видов, и они поражают очень много различных видов животных. Это млекопитающие, амфибии, рептилии и птицы. А вот, кстати, у человека как-то нет. Есть буквально несколько сообщений, и то там не был гипотазон типирован до вида. Так что человек, скорее всего, не входит в круг тех, кто может им заразиться. До недавнего времени считалось, что у собак есть только один гипотазон Канис, что в Америке циркулирует его какой-то более опасный штамм. И просто это такое же заболевание, которое просто протекает немножко потяжелее. Но тем не менее, поскольку у нас сейчас активно развивается генетика, и в принципе все современные исследования базируются именно на ней, то в конце концов в 1997 году он все-таки был выделен в отдельный вид, и сейчас их отличают как два различных вида. Переносчиком гипотазона, который будет нас интересовать, гипотазона Канис является клещ репицефалис сангвинеус, который довольно хорошо известен тем, кто занимается инфекционными и трансмиссивными заболеваниями, как такая клещевая помойка трансмиссивных заболеваний, потому что переносит он еще бобезий, эрлихий, гемоплазм собачьих. И это у нас южный клещ, то есть у нас прежде всего это заболевание может встретиться на юге. Это Ставропольский регион, это регион Причерноморья. Но животные у нас сейчас активно путешествуют вместе со своими владельцами, кто-то может привезти собаку из другого региона, из более южного, поэтому в принципе надо всегда обращать внимание на историю выезда у животного, и встретить мы это заболевание, ну и какие-то другие нехарактерные для нашего региона, мы можем и сильно севернее. Собственно клинический случай, который я буду рассказывать в конце, он из Санкт-Петербурга. Цикл развития у него интересен и довольно-таки сложен. В данном случае такую основную роль, как обычно в трансмиссивных заболеваниях, играет членистоногая, это клещ. Мы его здесь можем назвать основным или дефинитивным хозяином, потому что именно в клеще происходит половое размножение гепатозонов, то есть сливается женская особь и мужская, они образуют подвижную зиготу, которая пробуравливает стенку кишечника, и она локализуется в гемоцеле, это в принципе аналог кровотворной системы, то есть это такая жидкость, которая находится между внутренними органами клеща. Что интересно и довольно-таки необычно, мы привыкли, что трансмиссивные заболевания передаются при укусе клеща. Вот здесь история немножко другая, потому что в слюнных железах гепатозоны не обнаруживаются, они вот так вот в этой полости в гемоцеле и остаются, и для того, чтобы заразиться гепатозоном, клеща нужно проглотить, что собаки и делают, когда они их себя скусывают при груминге. В желудочно-кишечном тракте собаки, собственно, клещ растворяется, из него выходит инвизионное начало, это спорозоид, который проникает в стенку кишечника собаки, пробуравливает ее и проникает в кровеносное или лимфатическое русло. Дальше он внедряется в какой-нибудь мононуклеар, это может быть лимфоцит, может быть макрофаг, и несется в свой целевой орган, а целевой орган — это органы гемолимфатической системы, это костный мозг, это может быть селезенка, может быть печень, и там начинается активное размножение, которое называется мерогоней, а колонии, которые образуются в результате, они называются меронт. Они выглядят довольно своеобразно, получили такую округлую форму, и получили название формы колеса со спицами. Собственно, после того, как вот это колесо со спицами, меронт, дозреет до своего зрелого состояния, из него выходят мерозоиды, и дальше у них тоже есть различная судьба. Кто-то из них может внедриться дальше в органы и продолжить размножение с образованием новых меронтов, а кто-то внедряется в нейтрофилы и дозревают до следующей стадии, которую мы, собственно, и можем обнаружить при клиническом анализе крови, которая называется гамонтами. И на этом, в принципе, цикл замыкается, потому что дальше этот нейтрофил попадает в клеща зараженные, где происходит дальнейшее половое размножение. Что еще можно сказать про отношение гепатозонов к клещей? Клещи хорошо их передают при линьках, то есть от одной стадии к другой, но тем не менее, в отличие от бобезий, яйца клещи откладывают незараженными. То есть тут обязательно наличие какого-то резервуарного хозяева на каких-то диких псовых, от которых клещ может вот таким вот образом заразиться гепатозоном и уже получить возможность заражать кого-то еще. Какие еще есть другие способы заражения? На самом деле их не так уж и много. Как с токсоплазмозом, который мы только что обсуждали, есть вертикальная передача, то есть если сука во время беременности заразится гепатозоном, то ее щенки тоже могут им заразиться, у них будет такой врожденный гепатозоонос. Это стоит учитывать. Что опять же интересно по сравнению с другими трансмиссивными заболеваниями, что если мы как-то упустим при мониторинге вот этого донора зараженного, не увидим у него зараженных нейтрофилов, пропустим это заболевание, то в принципе для рецепиента это не очень опасно, потому что вот эти вот гамонты, которые находятся в нейтрофилах, свое дальнейшее развитие они могут получить только в клеще. Поэтому в собаке-реципиенте какого-то дальнейшего развития этого заболевания не произойдет. Патогенез будет зависеть от того, насколько у животного пораженные органы. Понятно, что чем больше паразитов размножается во внутренних органах, тем тяжелее будет течь заболевания. Соответственно, если у нас все внутренние органы очень сильно поражены, содержат множество миронтов с мирозоидами, то, конечно, паразиты будут обширно потреблять ткани хозяева, питательные вещества хозяева. И на это, в принципе, может привести к кокексии и избыточным каким-то иммунным реакциям в выработке антител, которые здесь в общем-то какой-то глобальной роли не играют. Собственно, как выглядит высокая степень паразитомии? Она выглядит вот так. Это довольно известная картинка из атласа. Собственно, мы видим, что все нейтрофилы на этом мазке поражены гипотазонами. В принципе, вот эта степень паразитомии, которую мы видим в мазке, она коррелирует с тем, что можно наблюдать в внутренних органах. Логично, что чем больше у нас меронтов, вот этих очагов размножения во внутренних органах, тем больше они будут производить паразитов, и тем больше гамонтов мы можем увидеть в нейтрофилах крови. Поэтому, в принципе, в данном случае взаимосвязь, она, конечно, существует и вполне очевидна. Размножение. Логично, что если они у нас размножаются в печени, то это может привести к гепатиту. Бывают случаи, когда они локализуются в легких, и это может приводить к меммонии. Вот в почках они не локализуются, но гломеруланифрит здесь возникает именно как иммуно-опосредованное заболевание, возможное при осаждении циркулирующих иммунных комплексов. Как правило, более восприимчивы молодые животные или у которых есть какая-то сопутствующая патология иммунной системы, у которых, возможно, есть какие-то другие инфекционные заболевания. Например, молодые животные с тем же парвовирусом, которые уже им ослаблены. Или, возможно, это какие-нибудь пациенты-дерматолога, которые стабильно сидят на иммуносупрессивных препаратах. Все такие животные будут заболевать успешнее, скажем так, а не более восприимчивы. Клинические признаки тоже будут зависеть от степени паразитомии. Самое частое, что мы можем увидеть, как правило, встречается низкая степень паразитомии, когда в мазке поражены от 1 до 5% нейтрофилов. И, в принципе, при этой стадии клинические признаки или отсутствуют, либо они слабо выражены, совершенно неспецифичны. Это может быть небольшая бледность слизистых, ну и какая-то периодическая лихорадка. И по крайней мере те случаи, которые как-то у нас пока что встречались, которые известны, возможно, обсуждались в группе, это именно случайное обнаружение гамонтов гипотазоанканис, когда животное проходило обследование по каким-то другим поводам. Если же наблюдается высокая степень паразитомии, вот как мы с вами видели на предыдущем слайде, когда поражены 100% нейтрофилов, то тогда, конечно, возможно уже истощение даже при наличии аппетита, угнетение, лихорадка и анемия будет уже выраженной. Ну и кроме того, не стоит забывать о других инфекционных заболеваниях, это ирлихиоз, бобезиоз, у которых переносчик тот же самый, репецефалис, сангвинеоз, возможны заболевания вирусной природы, парвовирус, чума, ну и кроме того, в каких-то эндемичных регионах, более теплых, мы можем встретить еще и лихорадка, это тоже довольно серьезное хроническое заболевание. Что мы можем увидеть при лабораторных исследованиях? Мы уже упоминали анемию, как правило, она будет нормоцитарной, нормохромной, но в каких-то отдельно взятых случаях в принципе она может быть регенераторной. Тромбоцитопения может наблюдаться, особенно если присутствует коинфекция с эрлихиозом. Наличие лейкоцитоза тоже будет зависеть от степени поражения внутренних органов, от степени паразитемии. Как правило, если степень поражения небольшая, то лейкоциты тоже могут быть в пределах нормы. Если же паразитемия высокая, то лейкоцитоз может наблюдаться экстремально под 100 тысяч лейкоцитов в микролитре и даже выше. И при этом очень много из них будут поражены паразитами. За счет повышения глобулинов мы можем наблюдать повышение общего белка, и при этом мы будем наблюдать снижение альбуминов. Из ферментов можно увидеть повышение креатинкиназы и повышение щелочной фосфатазы. Какие могут быть специфические методы диагностики? Во-первых, самое доступное, наверное, самое известное – это световая микроскопия. Мы уже говорили о том, что мы обнаруживаем гамонт и гипотазон в нейтрофилах в периферической крови. Мы можем делать это в цельной крови, но более высокой чувствительностью все-таки обладают маски с лейкоцитарной пленки. Собственно, как ее получать? Получать ее удобнее всего в гематокритном капилляре. Когда мы наливаем туда цельную кровь, мы центрифугируем, и кровь у нас при этом разделяется на слои. То есть внизу будут наиболее тяжелые эритроциты, сверху будет плазма, а между ними как раз будет слой лейкоцитарной пленки. Почему именно гематокритный капилляр? Потому что он тонкий, он довольно-таки длинный, и поэтому эта лейкоцитарная пленка будет хорошо выражена, пока не менее мы четко можем сказать, где она находится. И на этом уровне делают надрез, или потом ломают этот капилляр, и делают мазок непосредственно именно с этого участка. И таким образом у нас получается мазок, который практически полностью будет состоять именно из нейтрофилов, моноцитов, собственно, из тех клеток, которые нам нужны. Конечно, шансов обнаружить гипотазон здесь будет гораздо выше, чем просто в мазке крови. Собственно, как они выглядят еще раз. Поскольку это простейшее, оно довольно крупное, по сравнению с нейтрофилом, они могут локализоваться или в нейтрофиле, или в моноците. У них есть четко окрашенное ядро. Это очень хорошая окраска просто, поэтому здесь ядро очень хорошо выражено. У них довольно хорошо выражена оболочка, то есть видно, что это какой-то другой организм, он отделен от нейтрофила, и прокрашенная цитоплазма. Но на самом деле не обольщайтесь, они далеко не всегда так хорошо прокрашиваются. Собственно, вот другой пример. Здесь они, в принципе, тоже узнаваемые. То есть мы видим вот эту капсулу, или бочонок, можно назвать как угодно, которые даже закрывают с собой часть клетки. Но внутреннюю структуру здесь понять невозможно. Возможно, это была просто более быстрая краска. Тем не менее, да, они вполне узнаваемые, но видны здесь не так хорошо. Но, собственно, бывает и такой вариант, конечно. Собственно, если говорить дальше про световую микроскопию, то, как правило, рекомендуется после того, как мы обнаружили гамонт в периферической крови, рекомендуется сделать стологические исследования тех органов, в которых мы можем обнаружить уже их массовое размножение, это меронты. Это костный мозг, селезенка, лимфоузлы. Красители здесь тоже совершенно обычные. Это рекомендуется для того, чтобы мы оценили степень паразитомии, насколько много меронтов мы можем увидеть, и оценили прогноз для данного животного. Но это, на мой взгляд, довольно спорный момент, потому что лечение от этого все равно зависеть не будет. О лечении мы поговорим немножко позже. И к тому же надо понимать, конечно, что мы же не можем посмотреть всю селезенку, весь костный мозг. Если это пунктат, то в любом случае здесь все будет зависеть от того, повезло нам или не повезло увидеть эти самые меронты в том материале, который нам прислали. Если нам повезло увидеть, и их там реально много, мы, наверное, можем сказать, что это высокая степень паразитомии. Если же нам не повезло, казалось пустым, или там какой-нибудь один меронт, это не значит, что в каком-нибудь соседнем участке их столько же. Поэтому, лично на мой взгляд, посмотреть, конечно, было бы очень интересно. Но в плане диагностической ценности именно этот момент у меня вызывает сомнения. Опять же, любителям световой микроскопии в принципе можно их обнаруживать просто в клещах. Мы снимаем клеща с собаки, мы можем его расплющить. Никакая окраска здесь вообще не требуется. Пишут, что они даже видны невооруженным глазом. То есть это такие довольно крупные белесые шары. Это, конечно, при определенном небольшом увеличении микроскопа. Вот так вот они выглядят. В клещах мы ищем ооцисты. Более чувствительным методом, конечно, является полимеразная цепная реакция. И материал здесь точно такой же. Это цельная кровь, пунктаты селезенки, костного мозга, лимфоузлов. Ну и клеща, конечно, снятого тоже можно отправить. Следует учитывать, что, конечно, ПЦР у нас чувствительный метод. У него тоже есть свой уровень чувствительности. Если у нас уровень паразитомии уж очень низкий, то есть там какой-нибудь один гамон, циркулирующий где-то по организму, то тоже есть точно такой же шанс, что просто в пробирку именно этот пораженный нейтрофил не попадет. И ПЦР у нас будет ложно-отрицательным. И существуют сирологические методы. Выявляются антитела классов М и G. Как правило, используется метод флюоресцирующих антител. Но это в основном за рубежом. У нас это недоступно. Поэтому для нас остается световая микроскопия и полимеразная цепная реакция. То есть прямые методы обнаружения возбудителя. Про лечение. Я уже упоминала сегодня. Для лечения используется и медокарбодипропионат. Собственно, то же самое, что используется для лечения бобезиоза. Указаны дозировки 5-6 мг на кг 1 раз в 2 недели. И ориентируются на исчезновение гамонтов из периферической крови. То есть постоянно животное приходит, вы у него мониторите, остались у него гамонты или не остались. Если остались, нужно колоть. Если нет, значит отпускаем еще на 14 дней и потом делаем повторный анализ. То есть одного отрицательного результата. Здесь, конечно, мало. Нужно повторить анализ хотя бы раза 3. Параллельно часто назначают доксициклин в стандартной дозировке при трансмиссивных заболеваниях. Это или 5 мг на кг 2 раза в день, или 10 мг на кг 1 раз в день. Опять же, потому что эндемичный регион, репецефалис сангвинеус, может много еще чего переносить. Назначают доксициклин обычно именно из этих соображений, чтобы провилактировать эрлихиоса на плазмоз и назначают его на 3 недели, как правило. Что по поводу успешности из лечения? На самом деле тут, конечно, прогнозы не очень хорошие. Считается, что полная элиминация, она все равно очень сомнительна. И если мы будем сдавать на ПЦР, то в принципе она все равно может оставаться положительной и ориентируется просто на результаты световой микроскопии и наличие клинического улучшения. А ПЦР используется только при постановке первичного диагноза, как правило. Лечение рекомендовано для всех животных, даже если оно в данном случае никаких клинических признаков не проявляет или у него паразитомия низкая. Почему? Во-первых, для того, чтобы снизить уровень паразитомии, чтобы клещи на этом животном не кормились и цикл не замыкали. Ну и кроме того, если у нас животное без симптоматики сегодня и с низким уровнем паразитомии сегодня, совершенно не значит, что завтра все будет точно так же и клиническую симптоматику оно не разовьет. Поэтому лечение рекомендуется все-таки проводить всем, независимо от его текущего состояния. Что можно сказать о профилактике? Ничего выдающегося, наверное, сверхнового тут не добавишь. Единственное, что это правило как раз таки работать не должно. Нам нужно следить за тем, чтобы собака этих клещей не проглотила. Поскольку мы помним, что гипотозоны не передаются со слюной, соответственно, время передачи возбудителя здесь роли не играет. Опять-таки поэтому бровекта, который очень хорошо у нас работает при том же самом бобезиозе, здесь оно, наверное, будет как раз таки не очень в тему, скажем так. Здесь лучше использовать или репелленты, перметрины для собак, чтобы клещи просто или не кусали, не садились, не кусали, насколько это, конечно, возможно. И, конечно, нужно осматривать собаку по возвращению с прогулки и по мере возможности препятствовать проглатыванию собакой клещей. Немножко про американский гипотозонос. Здесь вам не тут, и чем наш гипотозон отличается от гипотозона в Америке. Про распространение мы уже сказали, что он распространен только на узкой территории, в отдельных Соединенных Штатах, в отдельных Штатах США. Переносчики разные, то есть если в нашем случае это репецефолис ангвинеус, то в случае американского гипотозона это американский клещ, амблиом амакулятум. Для американского варианта выявлены дополнительные хозяева, это грызуны и кролики. Соответственно, собака имеет шанс заразиться, если она съест кого-то из этих животных, и это представляет собой дополнительный риск для охотничьих собак, которые в лесу охотятся на кроликов или могут съесть грызунов. Отличаются также органы, которые поражают возбудители. Если в нашем случае мы говорили, что это селезенка, костный мозг, лимфоузлы, конечно же, то в случае американского гипотозона это скелетные мышцы и миокард. И американское течение заболевания гораздо более тяжелое, наблюдаются более тяжелые клинические признаки, это лихорадка, угнетение, нарушение походки, возможно, повышенная чувствительность или даже слизистые гнойные выделения из глаз. Течение заболевания обычно тяжелое, прогноз при этом плохой. Анемия будет наблюдаться точно такая же. Воспалительного заболевания, то есть нормоцитарное, нормохромное. И опять же, в отличие от нашего варианта, когда нейтрофилия может встречаться, а может и нет, то как раз-таки при заболевании, вызванном гипотозоном американом, нейтрофилия, как правило, все-таки встречается, и она действительно выраженная. И если в нашем случае у врачей и лаборантов все-таки есть неплохой шанс обнаружить эту радость в нейтрофилах, то в случае с американским вариантом это практически невозможно, потому что уровень, степень поражения нейтрофилов совсем-совсем маленькая. Есть характерные рентгенографические изменения при американском варианте гипотозоноза. Это поражение костей, переустальная пролиферация. И опять-таки, если мы будем исследовать гистологически, то в нашем случае мы можем увидеть гепатит, спленид, нефрит, пневмонию, то есть поражение внутренних органов. А раз американский вариант поражает мышцы, то, соответственно, при гистологическом исследовании мы увидим пиогранолюматозный миозит. И выглядят меронты тоже немножко по-другому. То есть если это в нашем варианте форма колеса со спицами в внутренних органах, то в случае американского варианта они выглядят как луковая шелуха в мышцах. Очень такие биотические названия. Еще два слова о кошках. Буквально чуть-чуть, потому что о кошках, как всегда, известно гораздо меньше, чем о собаках. У них тоже бывает гипотозон. Они могут болеть как собачьим возбудителем гипотозон канис, так у них есть и свои. Это гипотозон фелис и гипотозон сильвестрис. Способы заражения аналогичны. Это или проглатывание клеща, или внутриутробное заражение. Переносчики, конечно же, пока не изучены. Если для гипотозона канис мы сейчас обсудили, что это репецефолис сангвинеус, считается, что, возможно, репецефолис сангвинеус также может переносить гипотозон фелис. А вот для гипотозона сильвестрис, возможно, это иксодорсицинус, который у нас как раз на северной части. Он вполне себе распространен на европейской части России. При поражении гипотозон фелис и гипотозон сильвестрис поражаются мышцы и миокард. А если кошка заразилась собачьим гипотозоном, то точно так же будут поражаться легкие, селезенка, лимфоузлы и костный мозг. Клинические признаки в большинстве своем отсутствуют. Но, опять же, если есть, то совершенно не специфические, как обычно у кошек, это угнетение, повышение температуры. Вот и думай на что хочешь. И они могут сочетаться с вирусом лейкемии и вирусом иммунодефицита кошек. Гамонты при световой микроскопии, которые мы можем обнаружить в нейтрофилах, они выглядят совершенно аналогично. То есть, опять же, по световой микроскопии мы не можем сказать, с каким видом мы имеем дело. Миронты колонии во внутренних органах будут выглядеть немножко по-другому. То есть форму колеса они образовывать не будут. Будет такое скопление просто в центре. Диагностика, световая микроскопия. Возможно использовать метод ПЦР, но, конечно, предварительно нужно узнать в своей лаборатории, насколько их наборы рассчитаны на определение гипотазонов именно у кошек. На какой вид они рассчитаны. Лечение для кошек не разработано. Случаев описанных очень мало. То есть, в каком случае использовался доксициклин, в другом случае примаквин с последующим окситетрациклином. В общем, про кошек это все еще пока очень темно и неясно. Собственно, коротенький клинический случай, который любезно предоставлен Майей Кравченко из клиники Айвана Филмара в Санкт-Петербурге. Собачка подобранная. У воза стокула трех лет. Поскольку подобранная, то мы ничего не знаем о том, как она жила и чем она болела. Но, тем не менее, подобрали ее в Абхазии и привезли в Санкт-Петербург. Да, есть такие люди. Из Черногории водят, из Абхазии. И обратились они по поводу новообразования влагалища, которое было изъязленное, кровоточищее и имело вид цветной капусты. Но и другой проблемой было небольшое нарушение походки. По поводу нарушения походки сделали рентген. Ничего такого выдающегося не обнаружили. То есть какой-то остеофит, единичный костный разрост и, в принципе, все. Гораздо интереснее нам оказалась микроскопия цитологического исследования влагалища. Собственно, мы видим здесь круглые клетки на трансмиссивно-венерической саркомы, о которой нам сегодня уже говорили. Но нам, наверное, в контексте данной темы интересны нитрофилы. То есть как раз первичное обнаружение произошло не в периферической крови, а в цитологическом материале. Вот следующий слайд, и мы можем посмотреть, как их много. То есть вон они, вон они. Возможно, не так идеально прокрашены, но тем не менее все равно вполне узнаваемы. Собственно, вот как раз именно мазок периферической крови, который мы уже сегодня видели. Вот здесь они прокрашены, конечно, гораздо лучше. Здесь видно уже и форму, и ядро хорошо. А в самом анализе крови, опять же, чего-то выдающегося выявлено не было. То есть была выявлена относительно эзенофилия 11%. Но мы знаем, что мы все-таки интерпретируем такие показатели в абсолютных числах. А в абсолютных числах, в принципе, число эзенофилов, оно было вполне себе в пределах нормы. Биохимический анализ крови точно так же был без отклонений. Были сделаны определенные дополнительные исследования. Это ИФА на лишь маниост, который был отрицательным. БЦР на религиоз, который тоже дал отрицательный результат. Собственно, собаку лечили на самом деле от венерической саркомы. Она была вылечена курсом химиотерапии. Лечение гипотазона на самом деле решили тогда не проводить, потому что собаку это не беспокоит. Каких-то отклонений по клиническим признакам и по клиническим анализам крови у нее нет. Поэтому никакого имидокарба не применялось. Решили просто наблюдать. Логично, что они из организма никуда не делись. При контрольном исследовании через 4 месяца в крови также обнаруживаются гамонты. Ну и каких-то клинических признаков она по-прежнему не проявляла. Сложности с походкой у нее также остались. И ОК, и биохимический анализ крови были без отклонений. На самом деле к этому клиническому случаю имеется небольшой апдейт. Мне Майя написала буквально полчаса назад, что эта собака снова к ней пришла. И у нее рецидив саркомы и гипотазон она снова обнаруживает в крови. В принципе, логично, потому что его не лечили. В общем, этому случаю уже получается около года. Можно продолжать наблюдать за ним дальше, чем он в итоге кончится. Все, благодарю за внимание.